Всем привет! Нас же там смотрят? Нас и там, и тут смотрят. Да, 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 отлично. Про что у нас сегодня будет подкаст? Про А и А. А, про физику. Да, и про коллизии. И про коллизии. Вот ты обычно на Людом Даре как физику делаешь? С божьей помощью. Не, вообще ты используешь физические движки или что-нибудь подобное в своих играх? Ну, раньше я использовал на Love2D такую библиотечку как BAMP. Она реализует АББ-коллизию вполне себе внятную. Ну, с минимальным, прям минимальнейшим респонсом и с очень странной обработкой, если ты хочешь что-то свое сделать поверх. Просто объекты соприкоснулись. А, ну понятно. Ой, я смотрю, тут у них даже есть некоторая оптимизация по пространству. Да. Разбитая на ячейки. Но так-то, в принципе, это все, что нужно обычно. Ну да. В играх мы в Людоме пытаемся, обычно вообще никакую физику не используем в наших играх. Вот я сейчас могу открыть. А, а ребята, которые сидят в Телеграме, они даже не знают, что мы показываем. Давайте скрин поделиться. Поделиться скрином. Такой поделился. Пишется. Надеюсь, все видно. Если не видно, то не видно. Вот сейчас проанализируем, какие коллизии были. Здесь, в игре, про потрогать траву, там не нужны были только коллизии с травой, но это буквально ты находишься в какой-то ячейке и ладится с другими тракторами. Это все А, Б, Б коллизии. Вот, причем вообще совсем простые. Объектов на экране два, ну четыре максимума. Да, насколько травинок. Ну, напишу сейчас это вручную. Сколько травинок, да. Каждая травинка считается большим квадратом. Вот в этой игре, где у нас были, летали треугольники. Так, сейчас звук урбим, чтобы не было страшно. Вот здесь как раз-таки понадобились коллизии. Ну, тут коллизии типа пульки с, это точка получается, либо там линия с окружностью. И еще вот этот разлетающийся треугольник в разные стороны. Вот, треугольник с окружностью, нужно было написать коллизию. Вот, насколько я помню, мы не используем обычно никакие вообще физические движки. Вот, разве что вот здесь вот в этой игре на Юнити. Так как я на Юнити, я такой, а, мне нужно проверять, куда я указываю. Кастуем лучи. А, луч. Да, 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 вот на этом вся физика. Вот здесь тоже в орбитальном Тетрисе, там, как я понимаю, Б коллизии. И Кирилл сам их написал. В основном все сводится к этому. Но иногда хочется что-нибудь более физичного. Либо хочется очень быстро уметь физику накидывать. Даже если ты делаешь 2D игру, и нужно колладиться просто с объектом каким-то. Либо платформер делаешь. Вот, но ты почему-то не любишь бокс 2D и прочие вещи. Ну, бокс 2D либо слишком много для того, что мне нужно. То есть там сразу я за собой тяну сферы, тяну за собой пружины. О! Всякую механику. Ну, а вот в нашем новом 3D-движке ты видел на эти субботнике, что там происходит. Это полная смерть, ее надо переписать. Там типа 2D, которая хочет еще 3D-коллизии там в этом изотиндексе проверять. Да, в итоге там под капотом полная 3D, но оно какое-то очень странное. И надо его переработать по-хорошему. Ну да, там тоже надо подумать хорошо. Но вот в этой игре про вестерн, там буквально коллизия бокса, который даже не умеет перемещаться вверх-вниз. Он просто либо есть, либо его нет с точкой. Это куда ты кликнул. Совсем легко и просто. А, ну и коллизия с помидорками. Но там нету коллизий. Там просто проверяется, что ты находишься больше какого-то икса, либо меньше какого-то икса. А, то есть это одномерная игра? Да, ну конечно. Это одномерная игра. И самое смешное, они веселые очень были. Место, где мы пытались прикрутить настоящую физику, это вот эта игра. Вот мы хотели сделать, чтобы там был... Тут, наверное, гифт нету. Чтобы был физичный провод. В общем, в этой игре есть ничего, кроме провода физичного. И он же... Источник смешных багов, потому что куски, сегменты провода застревают в других частях. А как они тут написаны? Это на бокс 2D написано. А, ну понятно. В LeapJDX и бокс 2D без отладки, как в Unity, когда ты можешь видеть физические объекты и все остальное. В общем, там такие чудеса были смешные. И мы после этой игры, это буквально какая-то четвертая игра, решили больше никогда не использовать физику в играх. Да, вот так. Разумное решение, я бы сказал. Но иногда таки нужно нарисовать какую-нибудь физику. В игре что-то сделать такое. И я хотел как-то немножечко подразобраться в этом, как все это устроено. Вот эта вот физика. Ну, хотя бы, чтобы А, Б коллизии писались очень быстро. Вот, и все остальное. И тут надо кое-какая матчасти с небольшой, малюсенькой совсем. Малюсенькой. Можно ее разобрать чуть-чуть и дальше там пойти в ту сторону, которая наиболее интересна. Ну, давайте сейчас я в телеграме для трансляции сделаю, так, чтобы было видно доску. Вот, доска. Отлично. Да, и мы сейчас вот так сделаем. Ты можешь далеко не уходить. Там я не помню, как нас камера ловит. Вот, наверное, вот так приблизительно. Итак, коллизия. Физика или что это? Это физика. Или геометрия. В играх. Алгебра в играх. Точнее, мы будем говорить про коллизии. Коллизии. Зачем я это пишу, не знаю. Вот. Какая задача решается? У нас типа стакан какой-то или поле, площадка. И там много разных всяких объектов. Там круги, квадраты, есть треугольники, не знаю, прямые линии. И они друг с другом. Надо узнавать, когда они колладятся. Если они колладятся, то что-то с ними там делать дальше. Принимать решение по бизнес-лойке. Вот это сверху выглядит так. Если мы хотим сделать какой-нибудь физический движок, вот как бамп, который ты показывал там ранее. Сейчас я переключусь на какую-нибудь смешанную картинку. Вот как бамп работает. То нам понадобится продумать много вещей. Итак, из чего обычно состоят вот эти физические движки, как я понял. Они смотрят на проблему коллизий с трех точек зрения. И есть типа три фазы детекции коллизий и всего остального. Первая фаза это, насколько я называю, называется брод фаза. Типа широкая фаза. Она отвечает на вопрос, а надо ли проверять, что объекты колладятся, могут колладиться в принципе. Это если ты делаешь большую игру, там MMORPG или не знаю, даже в Empire Survival какой-нибудь. Вот. У тебя на экране вьюпорте находится там 100 объектов хорошо. Еще за этим вьюпортом находится миллион объектов. Там где-то грядка, которую можно собрать и так далее. Нет смысла проверять, колладишься ли ты с морковкой на грядке, которая находится возле твоего дома, когда ты вышел в данж, который где-то там находится. А я думаю, мы ее вон там видим. Ну да, вот здесь вот брод фаза есть, у которых серенькие квадратики такие пронумерованные показаны. Вот. Это ответ надо ли вообще, надо ли проверять. Надо ли проверять. Вторая фаза — это прямая фаза. Это, собственно говоря, алгоритм разрешения, сталкиваются ли объекты или нет. Вот. Ну, буквально. Вот если объекты сталкиваются, то все, надо паниковать и говорить, они сталкиваются. И третья фаза, давайте догадайтесь в трех раз, какая? Ну, это разрешение коллизий. Ну, разрешение коллизий, да. Вроде называется резолвинг. Это, а что делать? Да, что делать? Мы можем сказать, что в нашей игре нет фазы вот этого резолвинга никакой. Если у нас объекты колладятся, мы такие, они колладятся и делаем какие-нибудь реакции на это. Если у нас был этот шутер, фармшутер или такой, когда ты подходишь к месту, где растут помидоры, ты должен присесть. Если ты находишься в состоянии присел и ты пересекаешься с помидорками, то ты их поливаешь просто автоматом. Если ты встал, то ты их перестаешь поливать. Если ты прицелился и кликнул на чело, тогда и ты в него попал, то все, он получил урон. Больше ничего нет. То есть мы остановились вот здесь, получается? Ну да, 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 мы остановились здесь. Мы получили просто это булли флаг, и молодцы. А в принципе можно делать такие вещи. Мы знаем, что у нас два объекта пересеклись, и мы хотим, чтобы, ну, как сказать, чтобы они разъехались друг от друга, допустим. Чтобы они ни в коем случае не были пересечены. Мы в этот момент их один туда пододвинули, другой туда пододвинули. Вот, да. И там есть тоже много штук. Есть статическое и динамическое разрешение. Вот тут можно это как-то написать. Вот это я нарисовал статическое. Это когда мы просто говорим, объекты ни в коем случае не могут пересекаться друг с другом вообще никак. Ну, все. Поэтому если у нас лежит какой-нибудь объект, вот тут примагничен, и другой, и в игре они сталкиваются, то они будут вот так двигаться просто. Точнее, как сказать, они, как в играх происходит. Сейчас, давайте, это надо как бы в играх нарисовать. Вот у нас первый фрейм какой-то, вот этот вот первый фрейм игры. У нас объекты находятся там. Потом должен случиться второй фрейм игры. Вот, где они как-то передвинулись. И есть какое-то междуфрейме. Ну, сами знаем, в играх, когда мы пишем игру, мы находим всегда в междуфрейме. То, что люди видят, это то, что в дро делается. А мы в апдейте находимся нигде. Все веселье, оно раньше. Да, оно раньше. Раньше и позже обязательно. В тот момент, когда мы объекту этому приложили некоторую скорость, и этому объекту приложили некоторую скорость. Вот междуфрейме они находятся вот так расположены. Это вот где-то между. И в этот момент мы принимаем решение. Их надо раздвинуть. Статическое разрешение, это когда мы их одинаково раздвигаем, чтобы они, ну, как бы, не соприкасались. Вот, да. После того, как приложилась уже скорость. Там могут быть веселые проблемы. Я не знаю, как это решают. Наверное, многими циклами. Это если у тебя очень много объектов, ну, типа, вот, вот может же быть вот так вот объектов. Вот так вот. И когда ты начинаешь вот этот отодвигать и этот отодвигать, он начинает колладиться с этим. Ты начинаешь этот, он теперь с этим колладится. И это нужно очень долго, пока не разрешится ситуация, их раздвигать в разные стороны. А если они находятся еще в рамках какого-нибудь бокса, то, вообще-то, может никогда не наступить полное разрешение. И до сходимости мы не дойдем. Поэтому такие, останавливай. Ну, вошел он в другой объект. Ну, и вошел. И черт с ним. Не важно. Да. Вот такие штуки есть. А есть динамическое разрешение. Это когда мы после статического еще накидываем каким-нибудь приколюх. Типа, мы говорим, у нас физическая игра. У нас если шарик какой-нибудь вот так вот падает, он должен отскочить красиво. Вот, чтобы если у нас летит какой-то шарик с некоторой скоростью, другой шарик, допустим, а, стена. С какой-то массой уже появляется, с бесконечной массой, то наш объект потом отскочит вот в эту сторону. То есть ей нужно приложить какое-то еще усилие в ответ. Ну, да, типа того. Она должна поменять свое направление. Она не просто остановится, ее отодвинет вот так вот. И она будет бесконечно пытаться долбиться в эту стену, ее будут постоянно отодвигать. И она будет просто наверх вот так вот ползти. Ее красиво там откинут в разные стороны. Вот, это динамическая штука уже. Там у объектов начинает появляться понятие как масса. Ну и скорость нужно уже рассчитывать. И ускорение появляется. И тут как раз таки все вот эти приколы в юнитах и так далее. Когда у тебя есть rigid body, вот это настоящее тело, у него есть куча параметров, трение среды возникает и прочие штуки. Когда добавляется вот это динамическое разрешение коллизий, все становится намного веселее в игре. Ну, прям можно приколы творить. Но сложновато. Так. Обычно в играх, когда вот я пишу, я концентрируюсь всегда на вот этой вот фазе. Потому что все остальное не нужно. Я не делаю в игре, чтобы у меня было миллиард объектов, поэтому и огромный мир, поэтому первая фаза не наступает. Кстати, вот первая фаза, брофаза, это просто оптимизация. Это оптимизация. Оптимизация. И-за-ция. Надо было я тоже еще привести. И концентрируемся здесь. Ну вот можно поразбирать вот отсюда какие-нибудь конкретные задачки из прямой фазы. Потому что в брофазе там надо принимать решение о том, кто с кем колладится. Один из самых простых способов это разбить твой мир на сетку. И в рамках этой сетки просто придумывать о том, какой объект находится где. Либо еще принимать, использовать сложные алгоритмы какие-нибудь. Вот резольвинг. Мы можем чуть-чуть потрогать. Вот там есть динамический резольвинг. Я бы хотел когда-нибудь написать просто симуляцию. У тебя стакан, ты туда насыпаешь кучу шариков. Ну, 2D-шных шариков. И они начинают отскакивать друг от друга, от стен. Либо ты просто их как крогатку запускаешь. Один шарик, он влетает. Ты хочешь сделать Angry Birds? Ну, не, Angry Birds не хочу. И там очень интересная штука. Поэтому я открыл во вкладках вот такие упругие коллизии. И там появилась некоторая математика. Мне стало очень интересно, что же там происходит. Ну, ладно. Давайте перейдем к второму акту. Поразбираем, наверное, прямые разрешения коллизии. Ой, не разрешения, а определения коллизий в принципе. Потому что это полезнее всем бывает. Давайте подумаем, с чего начнем разбор обычных коллизий. Ну, допустим, у нас есть... А, скажи, камерамен, а входит ли Антон в камеру? Окей, не входит? Все, спасибо. Окей, ну вот. А до сходи теперь закрываю? Да нет, все хорошо. Ничто не закрывается. Что с чем надо коллайдить? Ну, давай у нас будет квадрат и квадрат. Начнем с АББ. Самых простых. А я думал, самый простой это окружность с окружностью. Ой, а, ну да, действительно. Окружность с окружностью это еще проще. Ну, самое простое, конечно, понять точка-точка пересекаются или нет. Ну, как пересекаются? Нет. Точку-точкой проверять немножко бессмысленно, потому что это просто два флота, которые нужно будет сравнивать на равенство. А, да? Да. А сравнивать их на равенство – это нехорошая идея. Все флоты обычно не равны, да. Они обычно не равны. Чаще всего надо проверять, что точка находится в каком-нибудь окружности. Да. Вот, либо в прямоугольнике. Это достаточно простая, примитивная задачка. Самая простая, если точка и окружность будет. Вот, у нас есть окружность, есть какая-нибудь там точечка, которая крестиком является. Вот, нам нужно понять, пересекается у нас окружность или нет. Пересечение для точки – это просто находится внутри или не находится. Все окружности у нас характеризуются понятием, типа, координаты центра окружности и радиус окружности. Вот. Как думаешь, это видно? Это? Там нормально, там 4К, там все зазумится. Все будет классно. Должно быть хорошо. Вот. Ну, понятно, координаты у нас – это X, C, Y, C. А потом у нас есть радиус. Это просто. Циферка. Циферка. Да. Я не знаю, тут можно нарисовать вот так вот. Вот. У нас есть наша точка P, пусть она будет точкой P. У нее есть XP и YP. Ну, и для того, чтобы понять, что они пересекаются, нужно просто посчитать расстояние от центра окружности до нашей точки. Вот это расстояние посчитать. Как посчитать расстояние между двумя точками? Сам вспоминаю. Да. Вот, смотрите, расстояние между двумя точками – это просто мы вычитаем из C, вычитаем P. Ну, или из P вычитаем C, неважно. А потом ставим вот такие палочки. Буаля, мы посчитали расстояние. Ну, там, наверное, скорее вот так вот будет написано. Ну, да неважно. А что же это такое в… Да, и никто не понял. В погрумировании, что же это такое? Все хорошо, все в порядке. Это просто мы должны… Что там? Это теорема Пифагора. Вот эта вот штука. Вот, да. Это мы просто должны, значит, из XC вычесть XP, возвести в квадрат, прибавить XP, ой, YP, YP, ой, YC минус YP, ну так, чтобы, знаете, консистентно было, и посчитать корень квадратный от этого. Вот. Очень хорошо, только, к сожалению, квадратный корень надо читать. Ну, да, это не очень быстро. Да, чтобы было быстрее, то можно… А, ну и дальше. Как формула заканчивается, мы просто-напросто сравниваем, что вот это вот расстояние, что вот это вот расстояние меньше, либо равно, ну, равно не имеет смысла, чем радиус наш. Вот этот радиус. Если это выполняется, то все, коллизия. Если нет, то нет коллизии. Чтобы не нужно было возводить в квадрат, то левую и правую часть просто возводим в квадрат. Всегда оперируем с квадратом радиуса, складываем его в константу, а здесь просто корень квадратный не считаем. Ну, типа, как бы вот. Так становится чуть-чуть быстрее. Да, ну, если мы работаем на совсем древнем железе, как было в прошлый раз, тогда это даст хороший буст. На современном железе, черт его знает, может и даст, но мне кажется, экономия на спичках. Хотя, кто знает. Если у нас 100 тысяч объектов на сцене, может, ты даст? У нас, боже, если сравнивать с тем, что было на прошлом рассказе, у нас тут уже есть умножение. А, да, ой. Да, умножение, вычитание. Не, вычитание это еще везде. Везде есть. А, ну, хорошо, хорошо. Так, ну вот, самая простая штука готова, и мы узнали с вами самое важное, как считать расстояние между двумя точками. Вот, идем дальше. Что у нас еще есть? Ну, может, я сразу... Окружность, окружность. Круг с кругом. Да, круг с кругом. Круг с кругом недалеко ушел. У нас это C1, это C2. И получается, надо просто найти расстояние между центрами двух кругов, вот, и посмотреть, что сумма этих расстояния меньше, чем сумма радиусов. Ну, понятно, получается, что у нас C2 минус C1. Берем вот это вот расстояние между ними, и оно должно быть меньше, чем сумма радиусов R1 плюс R2. Вот, тут тоже можно поиграть во всякие корни, квадратные возведения. Но концепция такая. Эту формулу мы уже с вами знаем, как посчитать. Все хорошо будет. Ну вот, как посмотреть, пересекается ли эллипс и окружность? Это, наверное, я тоже, типа, сразу же сходу не скажу, но, скорее всего, надо будет, типа, есть вот эллипс 1, есть вот эллипс 2, и, наверное, надо понимать, в каком месте вот эта точка пересекается и понять вот этот маленький радиус. Там же эллипсов они как раз как-то сдаются через вот эти вот, через радиусы. И еще смотрю, как мы представляем этот эллипс. Ну да, наверное, как-то можно это сделать. В общем, это выходит за рамки этого занятия, это вам домашнее задание. Поймите, как понять, пересекается ли два эллипса. А потом расскажите нам. Мне вот интересно, там кто-то что-то писал или нет? Да, у нас никого не смотрят. А, нет, кто-то, нет, нет, там кто-то писал. Растение. Все нормально, все хорошо, работает как-то. Работать не трогай. Да, работать не трогай. Не, ну, тем не менее, я, пожалуй, у себя здесь что-то подниму. Да, 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 просто смотреть, что там пишут на всякий случай. Так, идем дальше. Кого мы там хотели проверить? А, Б, Б. А, Б, Б. Ну, тут, конечно, да. Сразу же А, Б, Б и... Там не то, чтобы формула большая, просто там слишком много случаев надо резко рассмотреть и больно становится. Ну, давайте разберем, как обычно, наш любимое простое, это А, Б, Б и точка. Кстати, почему называется, вот этот прямоугольник называется А, Б, Б. Вот А, А, Б, Б. Потому что переводится с аббревиатурного как Axis Aligned Bounding Box. А Axis Aligned это означает, что выровнен по осям. То есть А, Б, Б это может быть не только 2D прямоугольник, это может быть и 3D прямоугольник. И хоть там гиперпрямоугольник в супер-мега-гиперпространстве, главное, чтобы его грани... Это грани называется вот этот? Ну да. Пусть будут сторонами. Вот. Они должны быть, ну, параллельны, получается, осям. Там x, y, z, это сколько у вас там еще есть осей. Вот. Итак, обычно вот эти вот А, Б, кубы представляют несколькими способами, как их можно прямоугольники представлять. Вариантов есть несколько. Получается, брать левый верхний какой-нибудь угол, x1, y1. Вот. И брать правый нижний угол, x2, y2. Можно давать ширину и высоту. Я обычно привык, что дают ширину и высоту, потому что с этим как-то работать приятнее. Вот. Оно одно из другого вычисляется, да. То есть это будет у нас какая-то x, y левого верхнего угла, ширина и высота. Вот. Иногда, наверное, хочется иметь координату центра. Вот. Ну, иногда. Но это, как говорится, сами прикалывайтесь. Когда нужно знать координат центра? Если ты хочешь сделать флип анимации какой-нибудь, у тебя есть персонажик, у тебя есть персонаж, который бежит в ту сторону. И у него анимация сделана, что он в ту сторону бежит вот так. Как раз я в камере 2D нахожусь. Вот. Потом, когда ты хочешь, чтобы персонаж бежал в другую сторону, ты либо художника просишь, нарисуй мне, как он бежит в другую сторону. А потом ты понимаешь, зачем, когда я могу просто перевернуть, флипнуть текстуру и чтобы он бежал в ту сторону. Но когда ты просишь флипнуть текстуру Love2D, вот, то текстура флипнется относительно вот этого аксиса, ну, вот этой оси, вот в ту сторону. И поэтому у тебя случится, вот, вместо того, чтобы ты вот так вот повернулся, ты повернешься вот так вот, и вуаля, твои координаты стали резко другими. Вот. Поэтому нужно узнавать координату центра, делать там транслейты, там флипнуться и снова их сделать. Вот. И это такое, типа, приседание на ровном месте. Я такое беру Love2D, все хорошо, флипни анимацию. Математика, как это работает. Математика. Математика. Зачем ты пришла? Да, ну зачем нам центр на коллизии? А я вон не нужен. А, да? Это я так просто. Прикольный факт. Не, ну, я тут подумал. Сейчас же надо будет думать, как пересекать прямоугольник с окружностью. Вот, но это еще... Но мы справимся. Мы сможем. Да. Нам тут, кстати, пишут, как пересечь два эллипса. Крайне гениально. Их, короче, берешь, разбиваешь на треугольники и колодишь треугольники. Вот эти ребята с компьютерной графикой. У них все в голове треугольник. У них весь мир треугольники. Я хотел пошлить про то, что они ходят по треугольникам, но ходят по гипотенузам и так все. Ага. Так, о чем мы говорили? Мы говорили о том, как колодить точку с АББ прямоугольником. Но здесь все должно быть достаточно хорошо, казалось бы. Надо проверить, что наша точка, ну, что она колодится, что она находится правее, чем левая сторона нашего АББ. То есть она находится справа от этой штуки, что она находится слева от правой стороны, ну, и находится сверху от нижней, снизу от верхней. Нам надо вот это вот проверить с вами. Но это вырождается в ворох ифов, насколько я понимаю. Надо проверять, что у нас x-point находится, что получается, правее, чем x1, больше, чем x1. Дальше нам надо проверять, что x-point находится, ну, давайте меньше писать, чтобы было нормально. Ну, у нас плоды, они никогда не равны. Ну, да, типа там равно, но не имеет вообще никакого смысла. Можно писать, можно не писать. Так, x-point у нас находится, ну, понятно, что xp, xy. Так, для красоты, для понятности. Пам-пам-пам. Этому столику больше не наливать. Yp. Так, что xp находится меньше, чем x1 плюс ширина. Поэтому у нас вот ширина есть. Здесь очень аккуратненько. Так, ну, дальше у нас yp находится ниже, чем y1. Это что означает? Куда у нас растут оси? Я нарисовал, что y растет наверх. Но на самом деле... Но на самом деле... В компьютерной графике у нас обычно y растут вниз. Ребята в этих, в интернетах, подскажите, почему так? Почему нас в школе учат, что y это наверх, а здесь y он почему-то вниз. Поэтому нолик по y выше. Вот. Но кажется... Но что-то мне кажется... Слушай, а в OpenGL вообще из центра все растет. И там у тебя единичный квадрат. Пусть у тебя даже будет ультра-вайт вот такой вот телевизор. Да, у тебя всегда единичный квадрат. Да, единичный квадрат. Поэтому начинается веселье, если ты... А, y растут наверх. Ну, как бы там наверх растет все. То есть там, скорее всего, будет вот такой вот единичный квадрат. Вот такой. Кирилл пишет, так исторически сложилось. А, так исторически сложилось? Да, но... Они, может, в Австр... Не будем про Австралию. Поэтому... Луч кинескопа бежал сверху вниз, может, поэтому. А, о, а вот это хороший аргумент. Да. Он, типа, вот так бежал, и поэтому все стали так представлены. Вот это хороший аргумент. Луч кинескопа бежал сверху вниз. Слева направо. Вот. Это для истории. Много раз слева направо. А сверху вниз чуть поменьше. Ну, да. Так. Теперь yp у нас, получается, должен быть ниже, чем... Меньше, чем y1. Ой, так. y1, я же прав. y1. А, нет. Наоборот, yp должен быть больше, чем y1. Потому что здесь y будет больше. Так. И yp должен быть меньше, чем y1 плюс высота. То есть он должен быть вот здесь вот. Все. Если это все вместе отправить в вот такую вот операцию, которая называется end и еще раз. End. Короче, end. И. 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 Вот. Тогда мы внутри АББ. Если нет, то мы где-то не там оказались. Все хорошо. Ошиблись этажом. Да. Красиво. Я считаю. Вот. А что ж дальше? С окружностью как пересечься? Будем думать про то, как пересечься с окружностью или не будем думать? Мой iq примерно 31. Я тоже не готовился. Но если бы я был вот этой штукой, что бы я делал? Мне бы нужно было считать расстояние от центра окружности до вот этой вот штуки. Вот. И проверять это расстояние. А если бы я был выше вот этих штук, то мне нужно было бы проверять до вертикальных осей это расстояние. Но что-то здесь уже начинается какое-то веселье. Ну примерно вот такое получается. Примерно такое? Угу. Не, ну тут мы проверяем точка внутри. А теперь нам нужно типа везде добавить радиусы какие-то. И получается, причем мы наоборот проверяем в первую очередь снаружи или вы? Ну а, кстати, брав, там может получается и не сильно сложнее. Ну да. Ты просто везде добавляешь вот этот радиус и все. И оно работает. Можно это все инвертировать для того, чтобы проверять, что ты всегда снаружи от этой штуки. Ну в общем это еще одно домашнее задание. У нас всегда будут домашние задания. Причем я еще задумываюсь о целесообразности, когда у нас во времена, когда существуют всякие бокс 2D, представишь себя как разработчик бокс 2D, когда у меня есть окружности. Зачем в них колодить с ААББ, если я их могу колодить уже с чем-то поинтереснее? Потому что люди все равно, я думаю, вряд ли будут пользоваться ААББ. А, ну да. ААББ это, конечно, да. Ну-ка, сейчас откроем вот эту вот штуку. Здесь окружности нет. Правда? Тут в Бампе нет окружности? В Бампе есть только ААББ. А! А, если тебе интересно, ты можешь посмотреть другую библиотеку, как раз вот СИПМЛ. Ммм, слушай, правда нету. Я вижу там церковь. СИПМЛ есть несколько прикольных интерсекций заготовленных. Ну ладно, хорошо. Предположим, что… Там как раз много чего странного есть. Смотри. Как улучшится ААББ. Даже если не разбираться вот в этом, разбираться только в ААББ, можно уже получить 800 лайков на гитхабе. Да, да, да. Так, да, идем дальше. Давайте попробуем написать вот эту нашу классику. Два ААББшки как пересекаются, чтобы чисто понять. Там, я думаю, у нас условия будет уже вот такое, примерно. Да, там вроде 4 строчки должно было быть кода. И сколько-то столько. Если ты рискнешь, ты можешь написать все в одну. Там И получается. Это понятно, что длинный И. Вообще, у меня где-то была шпаргалка, где я записал вообще все. И где-то у меня было написано, как пересекаются 2ААББ, чтобы не забыть ни в коем случае. А, вот, вот, 2АББ у меня есть. Ректунгл, ректунгл. Так, давайте мы как-нибудь вот так сделаем. У меня вроде есть. Ну, сейчас попробуем это восстановить в голове. Итак, угу. И второе АББ. Это первый. Нам печатают. Хорошо. Ну, может, там просто люди уже знают, что это такое, поэтому нет смысла просто это разбирать. И прийти к чему-нибудь более веселому, например, писать на луа-код, как два шарика распихиваются в разные стороны. Судя по тому коду, который находится, здесь нужно проверять несколько условий. Что, так как у нас тут ничего не вращается, все типа классно. Мы должны просто с вами понять, что вот эта прямая линия, вот эта прямая... Что вот эта вот ось по оси Х2, она находится правее всех вот этих штук, которые Х1 и Х1 плюс В. Вот. И что вот эта правая часть находится левее всех остальных. И что вот эта верхняя крышечка этого прямоугольника ниже всех вот этих двух. И что вот эта крышечка, она должна быть выше, чем все вот эти вот два... Ну, либо снизу. Либо снизу, либо тем более ниже, либо тем более выше должны быть они. Вот. Как-то так получается. Вроде бы да. Что вот эта левая должна быть правее всех. Так. А там как выходит R1X плюс R1V больше... R1... Правее эту штуку. R2, R1... Ну, да. Ну, там четыре условия. На столе лучший пример физического движка. А, да, Дженго как раз. Все сделано для этого специально. Динамические коллизии, которые никогда не останавливаются. Угу. Да. Так. Что-то написали какое-то сообщение классное? Вы нас не слышите. А, вы нас не слышите, да? Давай я включу. А, я выключил звук, да. А, да? Скажите еще раз что-нибудь. Раз, два, три. О, слышно. Меня слышно? Да, слышно. Ты сказал цифры. Да. Цифры? Ну, да, раз, два, три. Короче, я хотел рассказать, как это можно покрасивее описать. Угу. Можешь отложить проекции на ось X и на ось Y от этих двух коробочек. Угу, сейчас. А, наверное, я понимаю, про что ты говоришь. Ну, угу, хорошо, сейчас. Давай вот псевдо ось, на которой будет псевдо проекции. Вот, мы откладываем проекции сюда. Вот раз проекция будет. И вот еще два проекция будет здесь. Угу. Да. И по осям Y получается здесь будет проекция одна. И вот здесь вот будет проекция вторая. А будет, наверное, другим цветом рисовать, ну ладно. Угу. И эти две коробочки, они пересекаются, если проекции по всем осям пересекаются. Угу. А, да. Угу. Точно. Вот почему получается намного изичнее. Так. И проверить, как у нас проекции две пересекаются. Это каким образом? Что у нас? Есть вот это вот это. Там нужно брать меньшую из больших координат и большую из меньших. И если та, которая из меньших, все еще меньше той, которая из больших, то тогда там есть пересечение. Как-то так. Так, давайте разберем просто ситуацию, как они могли пересекаться, ну, на оси OX. Вообще, на самом деле, это просто проверить, что… Это одномерный случай. Проверить, что два отрезка одномерных вот пересекаются. Какие у нас могли быть ситуации? Вот если они пересекаются, это выглядит вот так вот. Вот они пересеклись. Потом дальше. Это второй у нас, это первый объект. Это первый, это второй. Дальше они могли пересечься, если вот этот первый здесь, а второй оказался уже вот здесь вот, с этой стороны. Ну, и они не пересекаются, если второй вот где-то там. Вот. Ну, либо второй вот тут вот будет. Вот такие вот две ситуации может случиться. И тут основная проблема в том, что они пронумерованы у нас вот так 1 и 2. Потому что мы их знаем, какие из них какие. Если бы мы знали, что второй это всегда тот, который справа от первого, тогда бы наша задача бы всегда была очень простой. Мы проверяли бы, что… Нет, смотри, тут на самом деле очень простая задача. Давай обозначим вот самую левую точку как А, а самую правую как Б. То есть А1, Б1 у первого отрезка и Б1, Б2 у второго. Вот А1, Б1. И вот смотри, теперь берешь максимум от А1 и А2. Да, это будет в данном случае. Мимум от Б1 и Б2. И вот если то, что посчиталось от А, оно все еще меньше, чем то, что посчиталось от Б, то это как раз получается в отрезок пересечения. А если у них… Если получается, Б1 получается находится левее, а А1, допустим, то они как бы не пересекаются, считается. По этой логике. Ну, если максимум А1 и А2. Вот в данном случае максимум А1 и А2, это будет А2. Вот это координата. Если вот они пересекаются, рассматриваю вот эту ситуацию. Вот она. Вот эта штука. Так, и минимум Б1 и Б2. Минимум Б1 и Б2, оно вот такое вот. Вот, и в данном случае, в данном случае, вот этот вот А меньше, чем Б. Это случилось, коллизия. Так, а вот в верхнем случае, где не было коллизии, что происходит у нас? Есть А1, Б1, А2 и Б2. Так, там А1, А2, максимум между ними это А2, получается вот этот вот. Так, и минимум Б1 и Б2, это вот эта штука. Мы же минимум там сказали, да? Да, минимум. Да, и в данном случае А у нас больше, чем Б. И коллизий не произошло. Да, и коллизий не произошло. Единственное, что интересно, рассмотреть вот эту ситуацию, что там произойдет, когда они поменялись местами. Ну, я думаю, произойдет то же самое. Мы найдем минимум от А. Не, мы ищем максимум от А. Ага, мы ищем максимум от А. Максимум от А. Это будет вот эта штука. Да. Да? Вот она. Так, и мы ищем минимум от Б. Максимум и минимум, они полностью симметричны. Так что от порядка боксов ничего не меняется. Вот, да. Ну, как раз. Ну, просто хотелось показать, что правда ничего не сломалось. Вот он. Тут будет Б, очевидно. И в данном случае А меньше Б. И это коллизия считается. Вот. А, ну, получается, правда. Вот если меньше, тогда это... Это действительно более чистая запись. Это коллизия. А почему максимальная А получается А1, а не А2? В данном случае максимальная А. Потому что... Ну, потому что... Потому что минимальная АА. А, вот она. Да. А вот это вот А2. Не, не, все должен быть нормально. А, а, все, вижу, я тут неправильно читал. Почему была АА была? А второе тут А1. Все нормально. То есть, правда, оно работает корректно. Вот. Максимум. На максимумах. Ну и максимумы... Мне такое ощущение, что как будто оно в итоге... А, хотя, слушай, правда. Ну-ка, если я открою программу, у меня же... Была прошлая игра. У меня там были АА, ББ. Давайте сейчас я открою. Прошлый людям был какой? Спроси, что проще. 52-й? Да. Да, вот 52-й. На TypeScript я вижу написано. Так, у меня стопудовый был код, который проверяет коллеги. ЛИБ. Нам тут еще пишет Дмитрий Решатов. Кстати, привет. Как дела? Что еще бывают ситуации, когда один из ответов... Дмитрий Решатов целиком лежит внутри другого. Не, все нормально, смотри. Правда, что тут вот на вот этих минимумах-максимумах считалось все у меня. Правда, здесь А, минимум Х, меньше чем Б, максимум Х. Вот эта вот штука. Минимум У, максимум У. Это другие минимумы, разве нет? Ну, это просто... Мин Х и Макс Х. Это вот ты выбираешь либо вот эта часть, либо вот эта часть. Просто когда у тебя... Ну, вот, левая... А и Б по факту. Вот, мин Х это А, а Макс Х это Б на этой оси. Вот и в итоге вся формула была такой. А это наглядная реализация. Мне кажется, просто если это все расписать, то есть большое N написать, вот для всех осей, то там что-то сократится. Ну, мы в итоге придем к этому уже. Ну, да. Плюс-минус. Ну, я не знаю, вроде да. Все сложно. Вроде так. А мы еще хотели эллипсы друг с другом колладить. Да не, это все нормально. Просто стоишь, когда вот так пытаешься объяснять, и ты такой нервничаешь, и затупил, и случается лютая жесть странная. Окей. Ну, вот по поводу вращающихся объектов я что-то как-то не подготовился. Как вращающиеся объекты пересекаются друг с дружкой. Давайте следующая штука. Я просто обрисую проблему. Дальше пофантазируем, что с этим делают обычно. Как решают, в принципе, такие задачи, скорее всего. Это когда у тебя есть намеки на проекции. Это когда у тебя есть один объект, вот такой вот, и другой объект, вот такой вот, допустим. И тебе нужно понять, что они друг с дружкой пересекаются. Два вращающихся бокса вот таких. В Bumpy нельзя вращать объекты? В Bumpy ни в коем случае нельзя вращать, иначе нахренто фугнет солнце. А, то есть она... Она чисто на... Максимально быстрая АББ. При этом она еще умеет хорошо сталкивать друг с другом быстро движущиеся объекты. А, точно. Которые между фреймами сделают вот так. Я понял. И коррезии не случится, и будет уличная магия. Там есть еще одна задача. Вот эта narrow фаза, которая прямая фаза, в ней есть тоже динамическое и статическое решение. Вот, мы разбираем сейчас статическое, разбирали. Сам факт того, что объекты пересеклись. А есть еще, типа, динамический процесс. Пересекутся ли они во времени, или пересеклись ли они уже... Да, сейчас. Ну, давайте вот тут обрисовать, как бы, проблематику саму по себе. Там надо... Вроде какими проекциями это все решают. Вот такими вот бросающими. Там есть, в общем, теорема какая-то про плоскость. У меня где-то это записано было, когда я готовился давно. О, это прямые. Тогда точка пересечения. А, это я для прямых смотрел. Как понять, что две прямые пересекаются? Если они вот так вот вращаются, что с ними надо делать? Там тоже весело очень. Так, line, line. Ну да. Вот ты думаешь понять, как пересекаются две прямые линии? Это вот такая вот и вот такая вот. Ну, отрезки. Давайте для отрезков будем говорить. Просто. А нет, там тоже уже весело. Вот сложнее, чем А, Б, пересечь оказывается немножко. Ну, чуть-чуть. К тому же умножения какие-то происходят и прочие вещи. Вот. Не знаю, я просто взял на характере линейное уравнение и живут с ним. А все свои отрезки прекращают тоже в линейное уравнение. Так, сейчас найдем, где у меня это было написано. Могу посоветовать использовать линейное уравнение в параметрической форме. С ними нам проще всякие столкновения считать. Главное нам случайно, случайно не нарисовать так, чтобы невозможно были вот такие вот прямые линии. Нам надо что-то сделать, чтобы они были тоже возможны. Надо быть аккуратным очень. Общей формой нужно. В параметрическом виде с этим проблем как раз тоже нет. Ну, вот, да. Это классно. А, вот. Теорема разделяющей оси. Вот. Да, вот эта штука. Какая-то сад штука. Теорема разделяющей оси. Там, кажется, помогает понимать, пересекаются ли вот эти большие штуки. Вот. Ну, эти нормали. Глубину проникнуть. А, да. Там еще иногда бывает задача понять, насколько они сильно друг в друга вошли. Для того, чтобы, допустим, силу расталкивания какой-нибудь там сделать. Или еще чуть подобное. Так, подожди. У меня где-то была просто классная картиночка для 2D. А, это тот сайт, который сломался. Ну, в общем, вот ты можешь подойти и посмотреть со стороны. Выглядит это немножко страшно. Тут для произвольных совсем считают, вот, объектов. Тут, видишь, всякие нормали пошли и прочие вещи. Ой, слушай, ну это я не расскажу, потому что я тут не готовился к этой вещи. И чисто из головы не смогу сделать. Есть еще одна отдельная тема. Это... Ой. Я не хочу YouTube открывать. Остановись. Гильберт Джонсон. Вот этот другой чел. Это задача, когда у тебя есть вообще произвольное выпуклое тело какое-нибудь. Так, стоп. Уже не выпуклое. Уже впуклое, да. Впуклое. Да. Тело впуклое. Вот, допустим. Или какое-нибудь другое тело тоже. И тебе нужно понять, пересекаются они или нет. И вот, как я понял предыдущим подходом про эти разделяющие плоскости, да, разделяющие оси, уже не решается задача, а вот этим алгоритмом решается задача. Вот. И там делят все на треугольники и понимают что-то там. И просто пересекаются. Про то, где находятся треугольники друг относительно друга или что-то подобное. Да, то есть, если тебе нужно решить задачу с такими вот телами, и тебе нужно на треугольники все резать, дальше решать проблему с треугольничками и так далее. Это тоже относительно интересная вещь. Это лучше смотреть с визуализацией прямо на рантайме. Вот. Потому что там идет перебор всяких разных штук. Ну, такая вещь. И вот это уже тяжелый алгоритм, и поэтому нужна уже бро от фазы. Потому что если у тебя будет 100 объектов, а как понять, что объекты пересекаются? Тебе нужно написать N квадрат алгоритм. Ты берешь свой прямоугольник и проверяешь всех остальных. Потом берешь следующий прямоугольник и с оставшимися проверяешь. Да, и тут получается... Ну, там типа N на N минус 1, валить на 2. У нас есть объекты, которые заведомо не могут пересечься. Почему бы нам это не решить более простым алгоритмом? Ну да. Вот. И такие алгоритмы уже очень тяжелые, и их не очень хочется пускать на исполнение. А что? Игрок купит GTX, RTX... Нет, там проблема в том, что на сотни объектов у тебя уже на 60 фпс ты будешь не вывозить вроде бы. Ну, решайся до коллизии на ГПУ, на тенсорных ядерах. Вот. А, кстати, когда разбираются вот эти вот алгоритмы, вот такие, типа, там же много математики появляется, умножение матриц, там уже, правда, GPU поможет. И, кроме того, можно же проверять независимо, как прямоугольники пересекаются или нет. Их можно там с разных сторон смотреть. Их вообще все можно распараллелировать. У тебя 100 прямоугольников, ты 100 ядер зарядил, и в каждом ядре проверяется прямоугольник. Да, классно. Вот это хотелось бы, конечно, реализовать. Это было бы прикольно, типа, такое создать. Так, что там еще было у меня из интересного в плане, что можно было рассказать? А, точно. Я же хотел про эту сказать. Надо какую-нибудь красивую картинку открыть. Неважно, какую-нибудь такую. Про динамическое определение, пересекутся ли объекты или нет в принципе. Там проблематика заключается в следующем. То, что говорил Антон. У нас есть объект, есть стена, допустим. У стены какая-то там ширина V, ну, и объект, понятно, там радиус R. И вот в данный момент времени, в первом фрейме объект здесь. Когда мы к нему применим силу, ну, скорость там, ну, нашу, тогда объект окажется вот здесь. Вот получается так, что в следующем фрейме, когда мы будем проверять, не пересекаются ли объекты для разрешения, объекты не пересекаются. Потому что в межфрейме он преодолел вот этот барьер. Потому что скорость у объекта была намного больше, чем ширина объекта. Вот. Ну, как там V, это там еще умноженное на DT. Потому что мы все в DT делаем. Но тут у человека что-то там антивирус пошел что-то делать, пролагало. И ты оказался на горизонте событий. У тебя один фепа скушало, и ты вместо того, чтобы оказаться в стене, и тебя из него вытолкнуло, оказался там. А еще может быть такая смешная ситуация. Вот у тебя стена вот такая, и ты с ней сталкиваешься. Ну, и там мы же не можем это вообще контролировать. Если ты оказался здесь, то тебя вытолкнет сюда. Но если вдруг твой центр окажется вот здесь, то тебя вытолкнет за стенку, и ты сможешь... Произвести уличную магию. Произвести это спидран игры. Чтобы такого не происходило, нужно очень сильно думать. И понимать, откуда ты оказался здесь. Думать трудно. Как я понимаю, это работает следующим образом. Между... Вот мы здесь есть, мы предсказываем, где мы должны появиться. У нас есть направление в ту сторону. Вот. И дальше мы должны понять, в каком месте нужно было остановиться перед стеной. Как-то так нужно сделать. Ну, это можно, конечно, проверить пересечением прямой линии, ну, нашего направления с самим объектом, и найти эту точку. Вот иногда бывают трудности. Особенно, если я тут, конечно, нарисовал не так весело. Надо было веселее нарисовать. Что мы перемещаемся сюда. У нас прямая линия вот такая вот. И тут уже... Ну, угол не прямой. Вот. А ой. Ну, и мы типа окружность, да. И нужно понимать, что вот в данный момент времени, где-то вот здесь, вот, вот наша окружность вот так вот коснется. Нам нужно найти вот эту вот точку. Да. И это можно найти бинарным делением, типа бинарный поиск. Берешь, типа, смотришь, а здесь мы пересекаемся, нет. Если так, то пересекаемся. Если так, то пересекаемся. Либо второе, это... Что-то я еще где-то читал. Как-то это делают без вот проскоков. Ну, типа, можно же как сделать? Можно прыгнуть сюда, узнать, что мы до сих пор пересекаемся. Или мы находимся правее от какой-то точки. Прыгнуть сюда, потом прыгнуть сюда. И, ну, или рано-поздно сойтись. В принципе, обычно хватает, типа, там, наверное, раз пять вот так попрыгать. Ну, может, десять. Не знаю, там, два в десятое. Это уже что-то очень точно. Вот. Будет. Мне не нравится, что здесь слишком много вычислений. Ну, и ты должен считать. Здесь, получается, ты думаешь, я нахожусь здесь. А, там лерпом. Точно, там лерп приходит. Ну, это же интерполяция. Это ноль, это единица. Вот. Ты понимаешь, что ты хочешь оказаться, типа, посерединке, где бы ты находился в пространстве. Ну, это просто лерп для... Господи. Кстати, как это делается? Лерп. У тебя есть начальная позиция. У тебя есть конечная позиция. Вот. У тебя есть доля, которую ты находишься, типа, одна-вторая. И так как P1 и P2 это точки, они стоят из двух компонентов. XY, лерпается XY. Отдельный ты точно знаешь, где ты находишься, если ты на половине пути. Вот. Все хорошо. Ты получаешь новую свою координату. Вот. Лерп в домике. Да. Потом тебе нужно понять, пересекаешь ли ты как окружность с этой прямой... с этой стеной, ну, с прямой линией. И нужно смотреть там на эти... на проекции. Вот. По проекции как раз-таки понять. Либо даже не проекция. Если у тебя этот объект повернут, и проекция поехала, там надо нормально считать к прямой линии. Короче, сложно что-то. Надо было, да, математику читать. Для нашего ICQ. Да. На самом деле, мне кажется, это любопытно. В плане, это же все геометрия. Это можно посчитать. Наверное, это даже девятый класс. Думаю, вот эту ситуацию можно еще усложнить, раз уж мы заговорили о бинарном поиске. Тут у нас как бы стена находится посередине пути. Тут все понятно. Бинарный поиск попадет туда рано или поздно. А если у нас вдруг произойдет что-то, как это работает? Не, бинарный поиск всегда сходится. Если правда у тебя решение есть. Он голубенький нашел. А если у нас вот стена, допустим, здесь, а мы оказались здесь, а сверди на пути у нас где-то здесь. Нет, так ничего страшного. На следующем такте ты будешь находиться здесь. Тебе нужно только принять решение, ты перепрыгнул через стенку, либо ты не допрыгнул до нее. Вот. Если ты ее, если ты, находясь здесь, перепрыгнул ее, значит, надо отправиться сюда, и ты снова lerp на 0.25 уже делаешь. Ты оказался там, ты теперь половинку от этого считаешь. То есть оно правда работает, типа окей, только кодить, что я как-то это не хочу. И вот именно поэтому из-за того, что вот это динамическое понимание будет коллизия или нет, она сложная, но тяжелая, так как видишь, там итеративный процесс, а у тебя этих объектов там сотня, то добавление динамических штук резко у тебя все лагает. Но очень высокая точность получается. У тебя прям в юнике, если ты открываешь, там тебе пишут всякие, какая у тебя интерполяция, либо экстраполяция, перемещение, ты выбираешь что-либо ничего, вот, ты выбираешь и все это делаешь. Но лучше сделать так, чтобы у тебя никогда стены не были меньше, чем там максимальная скорость перемещения твоего объекта в твоей игре. Если ты так делаешь, то все хорошо. Проблема только с пульками, потому что они маленькие. Ну, с пульками там придумай какой-нибудь рейкастинг или что-нибудь совсем простое. Ну, или можно вообще поехать и решить то, что у тебя физика, как, кстати, термин, который придумал Бамп, у них говорят, что у них коллизии игралистичные, и можно тоже накидать такого вот игрализма, и, например, шутя твоя скорость твоего объекта с какого-то максимального порога перестает быть с скоростью и становится таймером от максимальной скорости. Появляется такая некоторая мультяшность, что у тебя объект всегда движется с какой-то фиксированной скоростью, и он никогда не будет двигаться быстрее, чем на поверхности вот ширина этой стены, но при этом он все равно будет с большей скоростью лететь дальше. Прикол. Ну, в общем, можно обходыми путями не решать вот такие вот сложные задачи, как я понимаю. Можно еще отметить, что большинство движков позволяют включать такую проверку только для некоторых тел, которые изначально известно могут быстро двигаться. Ну, а если совсем все плохо, если, например, очень много объектов, или очень все сложно, там больно для производительности, или наоборот, какие-то задачи не удается решить стабильно, можно сказать, а, это фича, это часть нашего арт-стайла. Ну да. Так. Да, да. Не бака аномалия. Да, не бака аномалия. Так и должно было быть. Вот. Ну, собственно, в моем движке так. Просто потому, что мы основываемся на том самом Денисском на кетсу, а там так. И это там выглядит довольно прикольно. Ну да. Так, что там я могу рассказать еще интересного чисто, чтобы накинуть областей изучения. Так. Сейчас. Так, если бро от фазы рассматривают, то там мы разобрали проблему, разобрали пример с разбиением все на гриды, на грид разобрать и с этим как-то работать. Ну да, кстати. Можно всякие алгоритмы еще помозговать. Нам тут, кстати, пишут гениальную мысль про коллизии, пишет Владислав, что это не бак, а для спидранит. Да, да. Специально сделано. Так, сейчас давайте вспомним, какие есть способы не смотреть коллизии всего мира, а смотреть коллизии только небольшого набора. Самая тупая сетка. Да, сетка. Ну давайте первая штука. Это... Ее придумал еще Doom. Она называлась Block Map. И у нее была там фича в том, что она была не бесконечная. У нее был какой-то линейный размер. И если вдруг такое случалось, то что Block Map заканчивалась раньше, тем заканчивался уровень. И в какого-то момента можно было уйти за карту и сделать очень много плохих вещей. Я тут нарисовал треугольники, а потом задумался, как коллагить треугольники. И тут понял, что там, видимо, будет такая нормальная формула. Большая. Давай остановимся на квадратах. Давай остановимся на квадратах. Треугольник состоит из трех отрезков, а формулы для отрезков, они все немножко веселые. Вот поэтому давайте не будем это трогать. Значит, с гридами в чем фишка? Нам нужно понимать быстро, к какому гриду, ну какой ячеечке, точнее, принадлежит наш объект. Вот. И дальше также быстро вытаскивать объекты из этой ячейки к себе в руку. Вот. Для того, чтобы проверять коллизии, например, в рамках только текущего прямоугольничка, который нас интересует. Либо вообще, в принципе, неважно. Пусть весь мир со всем миром там сталкивается, но проверяется коллизия только в тех местах, где, в принципе, это можно делать. Вот. Ну, и тут трейд-офф такой. Делаем сетку большую, очень большую. Получается, у нас ячейки будут большие, значит, там опять будет та же самая проблема. У нас там будет 100 объектов находиться. Делаем сетку чуть помельче, тогда у нас будет огромная сетка, и нам нужно будет хранить в памяти вот эту все ячейки и в ячейках хранить указатель на все объекты, которые там как-то лежат. Либо у каждого объекта хранить информацию о том, в какой ячейке ты лежишь. А, подожди. Если объект хранить информацию в ячейке, где ты лежишь, то ты не сможешь найти все объекты в ячейке твоей. Мы все равно улетаем обратно в N-квадрат. Ну, то есть, получается, нам нужно будет 1-1, типа, будет написано 1-1, и там хранится массив кружочек-квадратик. Вот, ой. А можно я еще один H-кейс добавлю? А вот я нарисовал один специальный H-кейс. А я сделаю еще один веселый. Я сделаю вот такой кругляшок, и вот такой кругляшок, и они уже пересекаются. Центра у них вот здесь. Ну да, да. Если объект… Там проблема в том, что… Так, 0-1, ну, это получается 1-2. Вот в 2-0… 2 – это что у меня получается? У будет. Строка. Неважно. Ну вот, тут находятся вот в этой ячейке 2, на самом деле, 2 окружности. И вот в этой ячейке 2-1 в ней тоже находится окружность. То есть, тебе объекты, они могут встречаться несколько раз. Вот этот квадратик, он находится сразу же в 4-х ячейках. Такое может быть, и поэтому надо понимать, ты вот сейчас твой квадратик пересекается с ним или нет. Скорее всего, квадратики должны… Ну, все объекты должны сами за собой следить и помечать, где я нахожусь. Ну, в тот момент, когда ты все квадратики там апдейтишь, квадратик может сходить в ячеечку, там, в хешмапу какую-то и сказать, я здесь, здесь и здесь. Потом, когда он себя пододвинул, если он пододвинулся, он сходил и все обновил вот эти вот ячеечки. Скорее всего, в апдейте, когда ты двигаешься, надо менять свою позицию. Ну вот, такой вот есть алгоритм. Есть еще один алгоритм, насколько я помню. Какой он чуть-чуть попроще, наоборот. Это уже, ну, как бы там сложнее. Есть еще один алгоритм попроще. Там смотрят на проекции, в принципе. Вот. Типа, если мы свип, что-то и что-то еще, как-то он, какой-то свип и кто-то там, свип and prune, что ли, называется. Если у тебя объекты расположены как-то в пространстве, вот так вот. Вот. То ты делаешь следующее. Ты не идешь перебирать их все вместе. Ты сначала их всех отправляешь проекцию на свою ось. Вот. У тебя будут вот такие вот проекции. Вот раз проекция. Вот тут два проекции. Для треугольника проекции, для этих двух объектов проекции, для кружочек проекции. Вот. И дальше ты, ну, эти все проекции, понятно, должен отсортировать, чтобы они у тебя аккуратно шли. Ну, как мы смотрим слева направо. И дальше ты бежишь. Вот, смотришь. О, первый объект, ты находишься здесь. Хорошо. Вот, кружочек добавили. Следующий объект. О, ты, твоя проекция пересекается с предыдущей проекцией, с текущей, которая там есть. Значит, ты идешь к нему в массивчик. Идем дальше. Следующий объект. Смотрим треугольник. А твоя проекция с ними не пересекается с предыдущей. Значит, вот эту проекцию мы закрываем, вот эту группу мы закрываем и открываем новую группу. Туда отправляем треугольничек. Умно. Вот, идем дальше. Следующий объект, который вот этот прямоугольничек, ну, отсортированный по проекции, он опять не пересекается. Мы говорим, треугольничек уходит в свою группу. Ну, и тут два квадратика у нас. И еще будет вот кружочек, давайте еще. Кружочек, кружочек, кружочек. Специально назло сделаем четыре кружочка здесь. Вот. Квадратика. Где квадратика? Вот это, это, это квадратика. Проекции. Вот, очень грубо нарисованный, да. А дальше ты идешь и считаешь в рамках этих групп свой N-квадрат. Ну, то есть N-квадрат, потому что ты берешь этот кружок, проверяешь с ними, этот кружочек с ними и так далее. Вот. Если... Так остался N-квадрат, только такой более... Да, так у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять объектов у нас было бы там девять на восемь поделить на два сравнений. Ну, типа такой порядок. Да, много. Теперь у нас получается здесь там сравнение одно, здесь одно и здесь их. Раз, два, три, четыре. Четыре на три поделить на два, ну, шесть. Типа того. Мы хорошо сильно уменьшились. Если этого недостаточно, вот, то на самом деле можно в рамках группы запустить опять этот алгоритм, только по другой проекции. У нас же их две, а может быть еще и три. И ты просто берешь и вот в рамках вот этой большой группы нарисовал вот эту вот ось, опять отсортировал, и они у тебя вообще распались, потому что они же не пересекаются, как круги. Ну, и тебе не нужно ничего проверять. Но это работает только с выпуклыми фигурами, потому что если я будет... А, нет, с впуклыми фигурами тоже работает. Потому что впуклая фигура, она будет вот такая вот, и ее проекция, если ты умеешь ее считать, они пересекаются. Ну, да, все хорошо. Ну, да. То есть это будет работать вообще для любых объектов. Совсем. Ну, вот. И потом считаешь штуки. Ну, тут такой он алгоритм. Может затроллить немножко, если такая. И, кроме того, здесь в чем сложность? Тут нужно сортировку делать. То есть тебе же нужно кинуть проекции всех объектов и пройтись по ним в порядке... Да, не в порядке объектов, а в порядке проекций. Ну, да, в порядке проекций. Вот тут я не совсем понял, неужели они делают, ну, типа сортировку там, ну, либо используют дерево какое-то, ну, и поэтому, когда они считают проекцию, они сразу же в дерево втыкают, следующие считают проекцию в дерево втыкают, и поэтому у них как бы на ходу все сортируется. Но фишка в том, что, типа, построение дерева будет эквивалентно сортировке почти. Вот. Ну, так. Следующий есть алгоритм. Я не знаю, используют его или нет, но он используется в машинном обучении. Это алгоритм N-мерных деревьев KD3. Ну, типа, K-мерные деревья. Вот. Там, типа, на пальцах, вот сейчас на пальцах объясню, суть заключается в следующем. У нас есть, давайте про точки будем говорить, неважно, там, объекты или еще что-то. Вот они у нас есть, просто, что-то я много нарисовал, сейчас я не смогу это посчитать. Мы берем все эти объекты, и вот вдоль какой-нибудь оси, сначала вот этой вот, ищем медианный объект. Ну, что, слева от него столько же объектов, сколько и справа от него. Вот. Ну, допустим, это вот этот объект. Вот мы тут через него прочертили все. Теперь берем здесь, находим тут медианный объект какой-нибудь, и в этой области находим медианный объект. Начинает пахнуть почему-то бинарным деревом. Да, ну, просто это бинарное дерево для, так, тут. Вот. Оно просто пространственное, может еще быть одна ось, еще одна ось, еще другая ось. У тебя обычное бинарное дерево, это для одномерного случая. Вот. Как-то непонятно, вот в узлах дерева должно быть что вообще находиться. Вот x, y или как, какой из x, y. И на самом деле дерево можно, конечно, построить, просто оно будет вот такое вот смешное. Тебе надо принимать решение, когда делить, почему, вот. И в играх я пока, наверное, тоже можно применять, но я знаю, что это используется так. Если тебе нужно найти соседние точки, ближайшие точки, ты берешь вот эту точку, и так как у тебя они в дереве, ты просто по нему проходишь и говоришь, о, вот этот объект рядышком со мной. Вот этот я знаю, вот этот со мной, три ближайших, все остальные дальше от меня, потому что они в разбиении дерева, где там, ну, далеко от меня находятся. Вот. Ну, как в бинарном дереве, если у тебя два объекта соседа, то они рядышком находятся в дереве. А если они далеко, то надо вот так вот туда дойти, потом туда спуститься куда-то, значит, далеко находятся. Ну, вот. Типа там, о, классная штука, но не знаю, используется в геймдеве или нет. Это напоминает BSP-дерево, как в старых квейках каких-нибудь. Да, оно в каком-то виде, да, до хоплайпов, до первого, даже до вторых, по-моему. Сейчас, может быть, есть какая-то картинка? Да, во втором хоплайпе оно тоже используется. Просто берется вся куча полигонов, которые есть, выбирается какой-то из них, который разделяет все полигоны на, примерно, равные две кучки. Типа этой кучки все сейчас. Да, это я просто показываю тут картинки, как выглядит какое-нибудь большое разбиение большого пространства на такие кусочки. Ну да. А вы про какое дерево говорили? Как оно называется? BSP. BSP-3? Угу. Так, я, может, в байнере space... Да, оно, оно. А, бинарное разбиение пространства. Есть какие-нибудь примеры нормальные? Угу. А, это там имеет применение, да? Ну, оно началось с... Где его было видно? В думе его уже было видно. А это не то, что оно? Нет, не то, что оно. Оно вот, ну, оно, оно близко. Угу. Угу. Понятно. Рекурсивно разбивает эвклидовое пространство на выпуклое множество гиперплоскостями. Ну, короче, прикольно. Тоже надо это посмотреть. Веселая штука. Наверное, будет очень полезно для... В народном хозяйстве. Будет очень полезно. Ну, вот. Так. Классно. Так, это мы про вот эту фазу поговорили. Про ту фазу... А, теперь про разрешение коллизий. Можно немножко показать пример. У нас как раз есть, наверное, 10 минут. Вот, наших классических. Что мы делаем? У нас может быть... Ну, для чего-нибудь простого. Вот, я для окружности нашел. Это хорошо описано. У нас есть две окружности. Вот. Они, причем, могут быть, типа, разного... Ну, хотя, ладно, давайте не будем... Просто две окружности. Нам так сильно размер тут даже ничего не говорит. Вот. Две окружности. Это уже я их нарисовал после фазы, когда их статически растолкнули. Вот. И теперь у нас задача понять, как их раскинуть в пространстве. Если это два абсолютно упругих удара, то, насколько я помню, вот у них есть какая-то масса у этих объектов. Они вот так сталкиваются, они как-то вот так должны разлететься. Допустим, эти два объекта... Этот объект мог вообще стоять на месте, это как-то в него вот так вот впилился. Вот. И он тыньк, и они вот так расходятся обычно. Продвижительно. Вот. Но это, на самом деле, зависит от массы этих объектов. То есть, они могут... Если они абсолютно одинаковые, то они вроде должны вот так разойтись. Если один тяжелее, то тогда этот вообще не откатится, а этот туда отскочит, либо вообще назад отлетит от него. Либо вообще ситуация, если они вот так вот поехали дальше. А, это не упругий удар. Ну да. Да, это немного другой удар получается, когда он за ним. Наоборот, абсолютно... Там уже... IQ 15 примерно, извините. Ну, вроде да. И вот, что я нашел интересного. Там нужно помнить уже понятие закон сохранения импульса и энергии, и оттуда вычислить, как меняются скорости. Вот. Веселая штука. А еще надо уметь считать вот такие понятия, как... Ну, типа, как-то это называется... Вот это нормаль их соприкосновения. Вот. Давайте в какую сторону? Давайте в ту сторону нарисую. Вот в ту сторону это будет нормаль какая-то, их столкновение. А в ту сторону это называется тангент-вектор. Похоже на тангенс. Почему интересно тангент называется? Возможно, потому что это буквально и есть он в каком-то моменте. Давайте посмотрим. Вот я открывал специально тангент. А, типа, это касательная. А, тангент это касательная. А, вот это да. Очень удобно. Давайте почитаем на русском. Касательная прямая. Вот это да. Я как-то не знал, как на английском оно называется. А вот. И рисую, и здесь видно, что это прямое касание. Это нормаль, да, и все хорошо. Вот. И слава богу. Да, и слава богу. И вот потом отсюда можно понять, в какую сторону каждый из объектов полетит. Ну и понятно откуда. У нас есть вектор, который смотрит, ну, по касательной, и вектор, который смотрит вдоль направления движения какого-то. Вот. И у двух объектов была какая-то начальная скорость, и у них была какая-то масса, импульс и энергия. И теперь надо просто смодифицировать скорость для объекта первого и скорость для объекта второго, вот, из такого в другую. В зависимости от того, какая у них масса, у них вот этот вот тангент и нормаль, они вот будут поворачиваться, типа того в пространстве, будут искажать, вот, ну, в какую сторону они полетят. Если два объекта были абсолютно одинаковыми и летели друг навстречу другу, допустим, с одинаковой скоростью, то, как я понимаю, они должны вообще разойтись вот так, вдоль тангента, только один, вдоль касательной. Только один полетит туда, наверх, а другой полетит вниз. Вот. А если у них массы как-то перебаланшены по-другому, то у них может случиться какое-нибудь там, ну, там, вот такое движение, то есть вот проскользнет туда и туда полетит. Да, начинаем играть в бильярд в голове, вот. Да, еще в зависимости от того, как они летели друг на друга, получается, если у нас был вот этот объект и вот этот объект, вот, вот они вот, вот, вот так летели. У него была скорость в ту сторону направлена, у него в ту. Тангенты-то и нормали у них будут такие же, то есть вот так вот будут направлены. Но из-за того, что они, я не знаю, там, скорость была как-то так параллельно направлена или еще что-то, их может по-смешному откинуть друг от друга. Вот. В общем, это очень любопытно. Если что, направление считается, мы знаем, как. Просто из этой точки вычесть эту точку мы получили направление. Типа, это просто direction, это получается c1, давайте это c2, это просто из c1 мы вычитаем c2, вот, получаем вектор направления. Вот, но не очень прикольно работать с направлением вот таким вот, типа это кто? Его обычно нормализуют. Да. А как, так, стоп, а как нормализация показывается графически? Вопрос. Можно сказать и так. И тут все сразу, что это? Мы просто поделили этот вектор на вот, на магнитуду, на длину этого вектора, да, и все. И получается, теперь вот этот вектор находится в рамках единичной окружности, вот. То есть его длина равна единице, потому что мы поделили на его длину уже, а это был вектор какой-то. Все, мы таким образом получили нормализованную длину, ну, который, ой, нормализованный вот этот нормаль, мы получили их столкновение. Нормаль c1, c2 столкновения. Ну, а она, получается, будет какая-нибудь xd, а нет, не d, давайте xn, yn, вот. Тогда это будет не d, а это будет вектор n, вот. А как получить из вектора n вектор t? Давайте. Ну, тангенс, в смысле. Может, просто сделать его. Да, что есть повернуться на 90 градусов, вот так вот. Мне образование закончилось в девятом классе, что-то. Вроде бы достаточно только поменять знак перед y, и тогда у нас будет вот эта вот штука. Ну, типа, в ту сторону он смотрит. Поменять местами x и y, поменять знак перед y. То есть x, y и перед y поменять знак. Но мы можем это решить визуально. Ну, как из этого. Визуально, давайте решим эту загадку визуально. Типа у нас была наша любимая единичная окруженность. Окруженность. Вот. И у нас был вот такой вот вектор, который смотрел. Сейчас, я вспоминаю синусы и косинусы каких-нибудь известных углов. Типа, а там синусы, одна вторая, косинус, там что-то корень из трех и прочие вещи. Вот. Давайте он просто смотрит вот сюда вот. Вот. Это будет там 45 градусов. Ну да. Да. Давайте синусы, косинусы, 45 градусов. Там что-то корень из двух на два, где-то так было. Ну, да не важно. Вот, у них были вот эти вот координаты. Теперь, если мы его на 90 градусов поворачиваем, он куда будет смотреть? Он будет смотреть вот сюда вот. Ну да. Да, что с ним произошло в этот момент? А, ну, кстати. Блин, 45 градусов фиговый пример. Делаем роллбэк транзакции. На нем ничего не понятно. Берем вот такой вот градус. Он получше будет. Так, теперь рисуем для него вот этот вот прямой угол. Прямой уголь рисуем. Что с ним произошло? Вот эта вот штука будет равна вот этой вот штуке. Вот. Именно поэтому тут мы их поменяли местами. Вот. Ну и кто-то из них там получается этот Y здесь, а теперь он X является. И он, ну, находится в другой стороне относительно центра окружности. И поэтому поменяли знать перед ним. Вуаля, хоп, и у нас все работает. Вот поэтому вот так это считается. Али, оп, красота. Ну, слава богу, господи, боже мой. Что-то мы смогли. Вот. А дальше? В следующем занятии. А дальше? Вот я статью просто нашел. Two-dimensional elastic collision without тригонометрии. Без тригонометрии. Никакой тригонометрии. А, да? Ну, в смысле, ты не будешь умножать на синус и косинус. Вот. И здесь вот они нарисовали unit normal, ой, единичную нормаль, единичную касательную. Здесь они показали, как они считаются. Мы это и нарисовали. Вот. Все хорошо. А, ну, без тригонометрии-то будет хоть довольно-таки не слишком... Просто дальше там начинается вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая формула. Тут написано как-то мудренно. В коде это превращается совсем в простую банальную штуку. Вот тут нужно где-то... Вот, видишь, они начинают умножать на нормально, тангенты и прочие вещи. Потом умножают там на вот эти разницы масс из одномерного случая и получают уже новые вот эти скорости. Там для одномерного случая. Вот эта формула, это закон сохранения импульса и энергии. Вот она выше была написана. То есть она вообще вычисляется не мегазапарно. Хотя нет, там были возведения в степень. Ну, плюс-минус полпотолок. Не мегазапарно. Ну вот. В общем, какой судьбасней сегодняшней? Готовиться к занятиям это важно. Не готовиться к занятиям нехорошо. Учить им отчасть. Даже полезно знать вот это, даже если ты используешь готовый юнити-движок. Ну да, вполне. Кажется, да. Когда начинают происходить чудеса. На виражах. Да, чудеса на виражах. Или когда ты хочешь в игре сделать какой-нибудь разворот или переворот, ты все равно приходишь к вот этим вот формулам. Вот они иногда полезны. Ну или если ты сумасшедший, хочешь сделать свой движок зачем-то? Ну или если ты, допустим, делаешь лоу-левельный движок, как у тебя, и у тебя не нужно тащить с собой трехмерную настоящую физику. Вот. У тебя можно разрулить все на патчинге 2D физики. Вот. С некоторыми ограничениями. В этот момент тоже можно просто сесть и подумать немножечко. Я вообще, в принципе, хочу написать мини-библиотеку, только я не знаю, на лоа либо на JavaScript, которая вот просто зафиксирует все самые важные коллизии для прямой фазы проверки. Ну, на лоа она уже написана. Ну, на лоа, да, уже написана. Да, и на JavaScript, скорее всего, тоже есть такой просто набор интерсекций. Ну да, но просто хочется взять и написать для своего игрового движка вот этот набор, вот опубликовать его. Чисто, знаешь, как спортивный интерес иногда для того, чтобы... Зачем писать игры? Зачем писать игры, если они и так есть? Зачем программировать, я не знаю, хешмапу, связанный в список, если они уже есть? Просто ты не научишься ничему, если ты не сделаешь это. Вот и все. Вот видите, такие пироги. Ладно, не знаю. Сегодняшний игровой четверг был немножко странный. Да, для начала в другом месте, хотя где я. Да, в другом месте. О, там написали что-то в чате, классно. Да, про BSP я уже не стал тебя перебивать. Вот про SAT написали. Да, SAT действительно прикольная штука. Да, ну вот, хорошо. Возможно, надо будет как-нибудь для интереса серьезно разобраться в алгоритме, который называется тремя умными учеными. Вот этот Гильберт Джонсон. Какие-то мужики, три штуки. Китти, наверное, Кирти или как-то так. Разобраться в этом алгоритме и показать, как он работает. Но это лучше, наверное, делать прямо типа в коде. Да. С визуализациями. Либо... Я думаю, на это может вполне уйти целая... Ну да, целый кодинг вот такой, чего-то подобного. Ну ладно. Не знаю. В следующий раз у нас будет от тебя лекция про... Да, продолжаем сочность, применяем даже некоторые знания, которые мы узнали на четвергах. Ты обещаешь там про изинги и про другие такие вещи. Да, уже именно на практике. Не квадратик делает бынь-бынь-бынь-бынь, а что-то действительно уже в игре. Понятно. Ну вот, ладно. Окей. Все, тогда всем, кто нас посмотрел, пока! Продолжение следует...